Белорусов начали агитировать, вступать в ряды народных ополченцев и обещают все привилегии, которые есть у военных. Белорусское машиностроение тонет в убытках, чиновники рассчитывают на помощь Китая. Белорусов начнут лишать земель с долгостроем. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. На фоне возможного полного закрытия всех границ с Белоруссией, США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть нашу страну. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте американского посольства в Минске. В сообщении также сказано, что в случае возникновения нештатных ситуаций депредставительства США не смогут в полной мере оказать своим гражданам консульскую помощь. Гражданам Америки также рекомендовали покидать Беларусь через Литву и Латвию, но ни в коем случае не через Россию или Украину. Напомним, в конце прошлой недели Литва закрыла два из шести погранпереходов с Белоруссией. 28 августа в Варшаве состоится встреча министров Польши и стран Балтии, на которой будет принято окончательное решение по закрытию границ с нашей страной. Все это происходит на фоне появления в Беларуси ЧВК Вагнера, а также непрекращающихся попыток нелегального проникновения мигрантов из нашей страны в Евросоюз. Глава администрации Фрузинского района Минска агитирует жителей вступать в народное ополчение. Об этом на условиях анонимности рассказал читатель портала «Зеркало». По словам мужчины, на его работе была организована встреча с Сергеем Шрудневым. Чиновник начал свою речь с того, что побывал на неких раскопках в компании с Лукашенко, а затем плавно перевел тему к народному ополчению. Шкруднев подчеркнул, что белорусы должны быть готовы ко всему, поскольку войска НАТО уже стоят у рубежей родины, а Польша и вовсе заминировала границы. Чтобы противостоять коллективному врагу, чиновник предложил сплотиться и пойти в ополченцы. При этом он пообещал, что добровольцы получат те же самые льготы, что и военные. Кроме того, их научат стрелять и дадут форму. По мнению слушателей, это было очень похоже на агитацию. Позднее источник связался с администрацией Фрунзенского района, чтобы узнать, почему белорусов призывают брать оружие в руки. Представители ведомства заверили, что выступление главы района – это не агитация за войну, а просвещение населения с целью повышения правовой грамотности. Они подчеркнули, что их тематика меняется. Например, месяцем ранее Шкруднев посвящал массы, как повысить рождаемость. Напомним, Лукашенко подписал закон о народном ополчении в июле текущего года. Однако первые отряды в стране начали формироваться еще в прошлом году. Белорусский автозавод «Юнисон» терпит колоссальные убытки, сумма которых за прошлый год составила почти 4,5 миллиона рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции в 2022 году упала более чем 100 раз – до 126 тысяч рублей, хотя годом ранее она составляла около 13 миллионов. Сократилась и численность сотрудников предприятия, а также уменьшились зарплаты. Выйти в плюс заводу не помогает ни загрузка сборкой иностранных автомобилей, ни производство техники для бизнеса и госструктур. Отметим, сейчас предприятие занимается сборкой микроавтобусов, автомобилей скорой помощи, рефрижераторов. Раньше тут собирали «Форд», «Опель», «Пежо», «Кадиллак», но, видимо, санкции сыграли большую роль в прекращении работы данного направления. Но чиновники не сдаются и придумали способ, который должен спасти Юнисон. Теперь на заводе планируют собирать кроссоверы китайского бренда, название которого пока не разглашается. Хотя раньше на предприятии тоже делались большие ставки, но не все проекты оказывались удачными. Белорусы могут лишиться своих земельных участков, если не успевают достроить жилье в установленный срок. Проблему недостроев взяли на особый контроль в Министерстве архитектуры и строительства. Ведомстве напомнили, что в нашей стране на строительство частного дома отводится ограниченное количество времени. Согласно общему правилу, оно должно быть совершено в течение трех лет с даты регистрации права собственности на участок. После этого срока, если стройка не завершится, участок могут забрать. В министерстве отметили, что избежать этого можно через официальное продление сроков строительства. Однако причина для этого должна быть веская – серьезная болезнь владельца или проблемы с финансами. Как вариант, представители ведомства предложили законсервировать недострой. Отметим, что такая опция достаточно востребована в Беларуси, поскольку таким образом у владельца появляется возможность продать участок. Углубление интеграции с РФ и отстаивание исторической правды. Такими достижениями похвастались депутаты Палаты представителей в своем отчете за год работы. Представленный документ содержит около 300 страниц, на которых расписаны принятые законопроекты, проведенные заседания и другие рутинные обязанности слуг народа. Примечательные итоги работы с населением. В совокупности на одного депутата пришлось менее 10 обращений в год. Чаще всего люди писали в палатку с предложением изменить действующее законодательство, а также жаловались на дороги, пенсии, несправедливые суды и действия силовиков. Депутаты особо отметили свои успехи в международной работе. Согласно отчету, народные избранники целый год активно участвовали в реализации внешнеполитического курса страны. Для этого они провели переговоры с такими странами, как Лаос, Куба, Судан, а также побывали в Узбекистане, Китае и особенно часто в России. Предметом главной гордости депутатов стали успехи в углублении интеграции, противостоянии санкциям, обеспечении национальной безопасности и исторической правды. По словам авторов отчета, они заняли жесткую позицию в вопросе традиционных духовно-нравственных скреп. Вероятно, под этим подразумевается одиозное законотворчество депутатов, результатом которого стала возможность судить мертвых за геноцид белорусского народа. Немецкие ученые призывают людей этим летом с осторожностью относиться к употреблению овощей. На фоне сильной засухи они активнее всего вырабатывают токсичные терпены. В первую очередь экстремальная жара отравляет такие овощи, как кабачки, патиссоны, тыквы и огурцы. Распознать токсичные терпены можно по специфическому горькому вкусу. То, что огурцы на приусадебных участках могут начинать горчить, давно не новость для многих заядлых огородников. Но не во всех овощах горечь легко заметна. Поэтому есть вероятность отравления. Существует даже особое название для этого явления – синдром токсичной тыквы или кабачковый токсикоз. Терпены в организме вызывают недомогание, рвоту, диарею, боль в животе. В Германии уже известны случаи летального исхода. Поэтому ученые призывают огородников быть аккуратными и перед употреблением овощей пробовать его на вкус со всех сторон. При наличии даже минимальной горечи от овоща лучше отказаться.